Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня речь пойдет вот про что. А нужны ли жиры животного происхождения для легких? Особенно в наши дни эта тема актуальна в связи с коронавирусом, ковидом-19, который поражает легкие. И люди пишут в соцсетях, говорят все друг другу, что, мол, нужны животные жиры для хорошего функционирования легких. Правда, на этом их знания заканчиваются. А вернее, это не знания, а просто вера. Ну, то, что они услышали. Я даже так немножко пошучу, что есть такое вкусное утверждение о том, что нужно есть животные жиры, ну, то есть сразу подразумевая сало и все прочее. Так вот, я сейчас этот миф развенчаю доказательно, аргументированно. А также один еще очень интересный миф об одном растительном масле. Итак, нужны ли животные жиры для легких? Ответ прост. И да, и нет. Но по большому счету нет. Почему, сейчас поясню. Дело в том, что для всех липидных жировых мембран наших клеток, в том числе для клеток легких альвеол, нужны не животные жиры. Это не какой-то мантра заклинания или что-то такое особенное. А с точки зрения биохимии нужны насыщенные жиры. Именно насыщенные. Ну, так получилось, что все животные жиры являются насыщенными. И почему-то неучи врачей и ученые, ну, которые совершенно, значит, специалисты, видимо, в других областях, так я мягко скажу. Хотя я не понимаю, как можно быть биологом, медиком, там, врачом, ученым, которые работают в области медицины и биологии. Ведь все они проходили в институтах классификацию жиров. И прекрасно должны знать, что к насыщенным жирам не только животные жиры относятся. И этот миф они запустили в народ, а народ в это верит. Но это неправда. Есть и среди растительных жиров насыщенные жиры. Да причем какие насыщенные? Ну, во-первых, это кокосовое масло. Внимание, для некоторых людей поясняю. Не пальмовое масло, хотя с ним тоже надо отдельно тему разобрать, оно одно другому рознь. А я говорю о кокосовом масле. Масле кокосовых пальм. И вот это масло обладает уникальным составом и очень полезно по многим причинам. Справка. Растительные жиры называются маслами. И они жидкие. А животные жиры называются жирами, и они твердые. И вот возникает очень важный вопрос. А правда ли, что именно насыщенные и именно животные жиры нужны для легких? И почему же для легких нужны животные жиры, как нам говорят? Еще очень важная одна справочка, и я сразу отвечу на этот вопрос. Насыщенные жиры, хотя правильно говорить, насыщенные жирные кислоты, они очень просты по строению. В них связи между атомами углерода насыщены до предела. Поэтому они малоактивны с точки зрения биохимии, биологии. Большинство насыщенных жиров усваиваются организмом не полностью, а только на 70-80, максимум 90%. Тем более те, которые имеют высокую температуру плавления выше температуры нашего тела. А это как раз животные насыщенные жиры. Насыщенные жирные кислоты отличаются от других жиров, например, полиненасыщенных жирных кислот, тем, что они при комнатной температуре остаются твердыми. И это просто факт, констатация. А скажите мне, пожалуйста, кокосовое масло при комнатной температуре жидкое или твердое? Конечно, твердое. А какао масло, оно при комнатной температуре жидкое или твердое? Конечно, твердое. Тогда скажите мне, а в состав кокосового масла, масла какао, входят насыщенные жиры? Конечно, входят. Да еще в каком процентном соотношении по сравнению с животными насыщенными жирами? Я приведу дальше вам примеры. Кстати, для правильности применения терминов, холестерин, правильно его назвать, холестерол всё-таки, что это такое? Это природный полициклический липофильный спирт. Вот что такое холестерин, но правильно говорить холестерол. Так нужны ли насыщенные жиры для лёгких? Ответ – да, нужны. Насыщенные жирные кислоты входят в структуру сурфактанта. Это такие плёнки, которые в том числе выстилают структуру альвеол, где происходит газообмен между альвеолами в лёгких и капиллярами крови, когда кислород отдаётся из лёгких в кровь. И вот для нормального газообмена, то есть для дыхания, жизненно необходимы насыщенные жиры. Ну, как структурная часть клеточных мембран. Ну, вы уже знаете теперь, что не только животные жиры являются насыщенными, но и некоторые масла, жиры растительного происхождения тоже являются насыщенными. О процентах мы сейчас поговорим, самое интересное будет дальше. Да, дорогие товарищи, у меня такое видео было. Омега-3, 6, 9 полиненасыщенные жирные кислоты. Вот о полиненасыщенных жирных кислотах я там рассказал, ну, всё практически. Кратко коснулся насыщенных и другой классификации, объяснил, что зачем, почему, что заменимое, что незаменимое. Непременно ту лекцию, посмотрите, ссылочка будет под этим видео в описании обязательно. Ещё одна справка, очень важная. Растительные жиры нельзя перегревать, на них нельзя жарить. Потому что при окислении, при высокой температуре, они очень быстро окисляются и превращаются в трансжиры. А трансжиры – это мощнейшие канцерогены, которые приводят в том числе к онкологии. В своих старых лекциях я об этом говорил, а также о том, что происходит с жирами при окислении на воздухе. При окислении жиров образуются гидропероксид, липиды и другие канцерогенные соединения. Единственным исключением является кокосовое масло, на котором, кстати, жарят все мишленовские рестораны. Во-первых, потому что нет вони при жарке, а это очень важно. Это, кстати, показатель того, что же вылетает в воздух, какие молекулы из продуктов, которые вы жарите. Это первое. И окисление продукта практически не происходит. Плюс к тому, это масло кокосовое не образует канцерогенных соединений в больших, по крайней мере, количествах. Конечно, если мы говорим о жарке на животных жирах, то в этом смысле, с точки зрения биохимии, это менее вредно, чем жарить на подсолнечном и прочих маслах. Поэтому, если уж жарить, хотя я не рекомендую жареную пищу, но самый безопасный, в этом смысле, если можно так выразиться, вариант, жарка на кокосовом, либо сливочном масле. Единственное, конечно, веганы не согласятся с применением сливочного масла по причине того, что сливочное масло делается из молока, ну, коровьего и прочих животных. Но, как дают коровы молоко? Только после оплодотворения и рождения, соответственно, телят. Ну, а куда девают телят, если это самцы, мальчики? Забивают, растят, забивают на мясо. То, естественно, это вопрос получения масла в итоге не этический вопрос. За редчайшим исключением, если коровы содержатся и кто бы не родился, эти животные помрут своей смертью и не будут убиты. Но это уже вопрос такой, что на практике такое бывает редко, поэтому веганы в этом смысле правы, что получение сливочного масла и значит его потребление, это вопрос не этический, поскольку мы потреблением такого масла провоцируем, участвуем в убийстве животных. Прямо и косвенно, но участвуем однозначно. А теперь самое интересное. Сколько же насыщенных жиров содержится в кокосовом масле? Ну, известно, что любой жир, это различные жирные кислоты, это различные жиры. Но самое интересное, что в кокосовом масле 92% это насыщенные жиры. А теперь внимание, в сливочном масле, в самом высоком концентрате животных жиров среди животных продуктов 66%. То есть, вывод очень прост. Самый насыщенный, насыщенными жирами продукт на планете это кокосовое масло, номер один. Что уж говорить о животных жирах висцеральных и подкожных, когда даже сливочное масло в этом вопросе уступает кокосовому. Кстати, кокосовое масло способствует увеличению уровня холестерина хорошего, то есть высокой плотности, или протеида высокой плотности. А, как известно, низкий уровень хорошего холестерина является фактором атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфаркта. Кстати, температура плавления кокосового масла всего 24-26 градусов, то есть гораздо ниже температуры тела человека. И поэтому, попадая в организм человека, оно быстро и легко усваивается. Для сравнения, температура плавления разных животных жиров 36-52 градуса. Но вы спросите, а как же усваиваются животные жиры? Да, конечно же, жиры животного происхождения тоже усваиваются, но для этого нужно большое количество фермента липазы. В случае с кокосовым маслом или с маслом какао этого не нужно. Кстати, масло какао тоже твёрдое, правда? И оно при комнатной температуре тоже не плавится. Его температура плавления 32-35 градусов. Но насыщенных жиров масло какао содержит меньше, чем масло кокосовое, всего 60%. Хотя это, как вы теперь уже понимаете, больше, либо столько же, сколько содержат и животные жиры. Но скоро, дорогие друзья, я сделаю отдельное видео о жирах. Такое видео, которое закроет все вопросы, связанные с темой жиров вообще. Я расскажу и про подкожный и провисцеральный жир. Про значение разных жиров для связок и суставов. Для тестостерона и эстрогена. Почему дефицит хорошего холестерина является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. И много-много других тем освещу и отвечу на все вопросы. И просто закрою эту тему раз и навсегда. Для удобства, для экономии, в том числе вашего времени на будущее. Если надо, когда-то вам будет вернуться к этому вопросу и понять всё буквально там за 20-30 минут. Хотите, чтобы я такое видео сделал? Так, пожалуйста, напишите здесь, не поленитесь. Под этим видео вам всего лишь строчку черкануть. А мне много-много часов потратить время, и то имея знания, архивы, где что смотреть, что вспомнить. Я ведь потрачу на это видео очень много времени. И поэтому, если наберется хотя бы 2000 комментариев с предложением, просьбами сделать такое видео, то я его обязательно в ближайшее время сделаю. Поэтому не поленитесь, поставьте каждый из вас, кто смотрит, кто ставит лайк. Я надеюсь, за это видео тоже, да, вы поставите мне лайк. То есть вам оно понравилось. То тогда и напишите, не поленитесь, хотя бы маленькую строчечку, несколько слов, что да, вы хотите такое видео, чтобы я снял. Не забывайте смотреть ссылки под этим видео. Под каждым моим видео даны ссылки по темам, которые я освещаю, второстепенным темам, вспомогательным, и на многие важные вещи. Например, на мои инфопродукты, где собраны методики лечения тех или иных заболеваний. Скажем, на мой второй YouTube-канал «Жизнь на земле». Очень интересный. Не забудьте подписаться на мой данный канал. Нажмите на колокольчик. Ну, а если вам не приходят уведомления, то есть вы уже нажали на колокольчик, такое есть, мне люди пишут об этом, есть проблема такая в YouTube, то тогда зайдите на наш главный сайт nadgard.ru. И на нем в самом низу, вот сейчас вы посмотрите, как это сделать, в поле, в рамочку, видите свой электронный адрес, нажмите рядом «Подписаться», и вы будете подписаны, вы будете получать уведомления о выходе новых видео, информации какой-то, свойствах продуктов, приборов. Кстати, у нас сейчас будет два уникальных прибора, ионизатора, такой, не буду сейчас освещать какой направленности, очень интересных комплексов, я бы сказал, причем недорогих совсем. Гораздо дешевле, чем даже наши приборы по воде Аквапен. Так что стоит подписаться, потому что не все я в видеороликах своих в YouTube говорю и рассказываю, а очень много информации на моем сайте youfrallov.blog, и по рассылке высылаем, вот тут мы уже не забываем, нашим подписчикам на сайте nadgard.ru. Но вы также можете меня сейчас спросить, ведь очень важную информацию я забыл сказать, хорошо, что вспомнил. Так вот, веганы особенно спросят, ну а как же, есть люди, которые с рождения не ели никогда животные жиры, то есть насыщенные жиры, но они живые, и, кстати, не ели даже кокосовое масло. Как же тогда? Почему это происходит? Это факты. Такие люди есть, естественно. Это и Стелла Маккартни, дочь Пола и Линды Маккартни. Это, так сказать, сын, например, Стаса Намина, солиста группы Цветы. И очень много известных даже таких людей, что уж говорить про миллионы во всем мире неизвестных, простых людей. Это факт, это абсолютный факт. Но дело в том, что сам наш организм может синтезировать, как холестерин, кстати, причем в 5-6-8 раз больше, чем требуется холестерина в сутки человеку на его потребление. Также и насыщенные жиры тоже синтезируют организм человека из других жиров. Но дело в том, что это происходит в теории у всех, на практике не у всех в должном количестве, и на это тоже затрачивается энергия, ферменты и другие составляющие. Поэтому небольшое количество насыщенных жиров, я советую, мой совет, конечно, растительных, стоит потреблять. Лучше всего, конечно, кокосовое масло. Тут даже нет никаких сравнений. Тут одни плюсы. И здоровье, легкое усвоение, без лишних энергий и прочих затрат организма. Тут и этическая сторона вопроса соблюдается. Лишь бы кокосовое масло было не просто биоорганик, но еще и качественное, правильного, хорошего, холодного отжима в очень хороших лабораторных условиях, то есть стерильности и так далее. Такие масла есть. И, естественно, что тут говорить, люди будут писать мне, где купить. У нас есть такое масло много лет. Мы сотрудничаем с одной тайской компанией, которая в свое время основал, ну, один из основателей был ныне покойный король Таиланда, который был перфекционистом не меньшим, чем я, и его сертификация личная, аналог био вот этой европейской, еще выше по уровню, чем европейская. Именно такое кокосовое масло мы продаем из самой экономичной упаковки. Это большая 750 грамм. Вот это. Ссылочка будет в описании под этим видео, как и всегда. В наше время, когда действительно от болезней легких, от последствий поражения разными вирусами, в том числе коронавирусом COVID-19, поражаются легкие люди, умирают от кислородного голодания, от разрушения легочной ткани, очень важны насыщенные жиры. И тут правы те, кто об этом говорит. Но не обязательно животные, и уже вы теперь это, я надеюсь, поняли, а даже предпочтительные кокосовое масло. Более того, оно в своем составе содержит такие кислоты, которые являются антисептическими, антибактериальными и антивирусными. Дополнительные меры, конечно же, нам не помешают. Плюс к тому, витамин D3, К2, цинк обязательно принимайте, особенно те, кто в группе риска. Ну, подробно об этом я рассказывал в своем последнем видео по COVID-19. Вот это видео. Оно будет тоже по ссылочке дано. На данном моем канале есть очень много интересных видео о лечебных свойствах высших грибов. Посмотрите эти видео. Ссылочки будут даны в описании. Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья. Всем остальным и прочим, и вообще всем людям на свете здравомыслия. До новых встреч. Увидимся. До свидания.